доброе утро дорогие телезрители и доброе утро мои подписчики на канале youtube голова садовая значит узнали меня хоть а то что-то я по-моему давно вас не видела напрямую да значит сегодняшняя тема это дайконы и редьки посеянные второй раз в июле месяце мы стоим около грядки она великолепно были просто великолепно зеленущая и на этой грядке два ряда один ряд это дайконы вот он около меня и листья чуть отличаются а этот ряд это черная редька причем черная редька цилиндра то есть длинная я хочу вам показать потому что вы же и меня же там живой достаете так а что вы чу не показываете чего там все эти шоу вас выросла вот показываю мы посеяли то если я не ошибаюсь 7 или 8 июля кажется 7 то есть это день ивана купалы и день ивана купалы он как бы за эти резко отрезает лето на две части до ивана купалы это длинный световой день после его накупала это короткий световой день а растения крестоцветные как правило не любят длинный световой день вы редиску сеете зачем в мае месяце когда жилище наступило в мае месяце уже к пятнадцатому числу световой день резко увеличился но посейте вы ее в апреле в теплице в парнике ну еще в начале мая допускаю но ведь она же у вас вся в стрелку пойдет а зачем вы интересно залу вносите в грядки с этими крестоцветными а зачем вы так ладно опудрить так выше засыпаете сверху когда редиска взошла от листобложки да вы лучше уже жидким дымом разведите опрыскайте сочва называется препарат зала препятствует образованию корнеплода у крестоцветных я этим никогда не пользуюсь это правда значит так все посеяно в сразу после ивана купала либо в его день вот я не могу вспомнить старая уже значит а я сейчас буду вырвать и показывать что же у нас выросло ой какое чудище у нас выросло вот даже не знаю по какой причине редька черная цилиндра имеет такую форму ну это еще не беда так укладываем на листву так будет меньше грязи хочу все-таки вырвать красотку какую-нибудь прям красоточку ой красоточка а вот она красоточка она имеет форму дайкона эта редька очень удобно хранится в ящиках уложенная ее очень удобно почистить и натереть и нарезать пластиками единственное что неудобно сделать в ней дырку и насыпать туда сахара но это можно сделать нос и насыпав сахар или ложечку меда в натертую редьку она по вкусу немножко понежнее чем обычная круглая редька ну красавица это 7 июля а на дворе еще середины нету даже сентября это только начало сентября она успеет вызреть и с ней будет все в порядке значит после крестоцветных таких как капусты редьки редиски можно практически сажать все у них нету никаких плохих взаимоотношений несовместимости с другими растениями поэтому я всегда предпочитаю после того как отросли крестоцветные вот именно дайконы и редьки они же у нас долго растут я конечно на это место посажу растение которое хватает много болезней это может быть даже помидоры сейчас я иду за дайконом я хочу найти такой чтобы вас немного удивить если я конечно его вырву а мама миа это не клык слона это кстати сорт называется меноваси почему такое название японская да потому что японцы его и придумали с оригинальничали да они оригинаторы вот этого замечательного овоща ну супер дайкон кстати хранится как овощ достаточно долго практически полгода он может в хоров ну в таком сухом и прохладном подвале пролежать а можете помыть обрежьте до все точки роста и эту и эту и завернув плотную бумагу уложите в нижний отдел холодильника ну я думаю что месяца 45 там совершенно спокойно будет лежать чем дайкон отличается от редисок и вообще многих редик а тем что он настолько физиологически что ли как это сказать правильно внутри нет никакой белой ваты сколько бы он не пролежал он всегда как стеклянный как будто изо льда у него нет в составе горчичных масел что очень вредно для людей с больными желудками гастритами язвами и так далее его в принципе могут употреблять все он есть круглые формы саша замечательный мне очень нравится сорт но его почему-то не стало в семенах и я сожалею что я не купила его как бы впрок это сорт называется универсал вот этот немножко кривой а тот прямой как стрела он такой красавец но по вкусу они практически одинаковые дарю я попробую вырвать еще дедку надо бабку надо еще кого мышку надо собачку жучку то есть я для чего это делаю чтобы вы понимали что запихать все весной это не есть правильно овощи на наш стол должны поступать все время с ранней весны а вот кстати сказать первый дайкон был посеян верхней теплице и он тоже был прекрасен он не был такой длинный его съели в таком состоянии потому что очень вкусно он сладковатый он ну правда его едят даже детки без всяких там не буду и не хочу ну что еще вам тут показать то я не за а вот что самое главное обратите внимание вы видите хоть один цветонос нет не видите значит растение было посажено в очень правильное время когда день стал короче и крестоцветные именно вот эти реагирует на длинноту на на как это сказать то на количество света очень плохо чем его меньше тем лучше для них ну на этом все пока